В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавируса – 46-й с начала пандемии в республике. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался житель Кондопоги, 1950 года рождения. У него были сопутствующие хронические заболевания, что осложнило течение болезни. В президентском кадетском училище в Петрозаводске коронавирус обнаружили у 40 кадет и одного воспитателя. Только у шести человек наблюдаются легкие симптомы заболевания, у остальных течения бессимптомные. В училище приняты меры по изоляции инфицированных, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия и дезинфекция. Перенесен срок осенних каникул. Тем временем в республике побит новый рекорд – 128 инфицированных за сутки. Симптомы заболевания проявились у 103 человек. В стационарах с тяжелым течением болезни находятся 314 пациентов, тяжелых больных – 9, на аппарате ИВЛ – пятеро. Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте подчеркнул – Система здравоохранения с возросшей нагрузкой справляется, но работает в напряженном режиме. Рост числа инфицированных стал причиной принятия дополнительных ограничительных мер. Хотя повторно прибегать к жестким весенним ограничениям не планируется, поскольку это может негативно сказаться на экономике республики и уровне жизни граждан. Согласно новому распоряжению главы Карелии, в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Массовые мероприятия численности 50 человек и более в помещениях разрешены только при условии, если участники предоставили отрицательные результаты тестов, полученные не ранее, чем за три дня до начала мероприятия. При этом потоки посетителей необходимо разделять. Вход и выход должен быть поэтапным, чтобы избежать очередей и обеспечить социальную дистанцию. При проведении театрально-концертных мероприятий не допускается продажа продуктов питания. Кроме того, детям и подросткам до 16 лет запретили гулять по торговым центрам без сопровождения взрослых.